здравствуйте мои уважаемые зрители видите траблы какие с каналом с ютубом получается у меня загрузить ничего туда особенно в прямом эфире ну как бы лимит трафика трафик стоит вдоль вдвое дороже сейчас подорожал он с началом апреля он с 15 апреля по моему подорожал двое практически ну а второе вы помните историю с бусти можете меня поздравить прошло 7 месяцев я выбил все таки с бусти уже когда практически отнес ментовку заяву о компьютерных преступлениях и только после этого сдвинулась поэтому всем кто столкнется с кидаловым с наездом я рекомендую все-таки хоть это и не самый лучший способ не люблю я до полицаев но в данном финансовом споре как бы как ни странно это самый эффективный рычаг который сдвигает можно и в прокуратуре в полицию отнести у меня как бы достаточно было вот обращение в отдел который компьютерному я удивляюсь просто видимо все таки единая база какая-то существует да потому что взаимодействие вот этих вот систем она какое-то внематричное происходит моментально да то есть ну база какая людей которые что-то делают которые живые дай которых чморят на пятка он видеть опять надвигается гроза это к моему предыдущему ролику помните я говорю про изменение реальности но мне как говорится то что я там выбил крохи эти они конечно уже девальвировались да то есть возможности их потратить хватило в общем только заплатить за полмесяца за квартиру завода до условно говоря за подъем жилья там ну короче ну не важно в общем но суть такая что все равно финансовые вливания в канал по части через посредников каких-то они нереальные с ютуба так вообще ни хера не упало что на ютубе у меня там было 70 долларов ну ни копейки не упал еще в то время когда можно было снимать час так вообще это за 10 лет представляете да то есть я в принципе монетизацию на ютубе отключил ну я все о грустном да бабле а я просто хочу сказать что село которое я собрал видимо будет но если не последним то одним из последних я все про значит ту систему с питанием аккумуляторах и она сейчас стоит на продаже я по ней сделаю отдельный сюжете в районе 85 рублей стоит комбик то есть один канал комбик 70 60 70 ватт примерно ну там просто динамик 70 ватт динамик работает как говорится в полном размахе да то есть по измерениям там получается где-то 65 70 ватт короче ну дальше просто он ходит в ограничения но это в средней полосе то есть еще у нас высокочастотник конечно есть там еще ватт 50 ну как бы так 100 ватт честных есть и ладно но суть такая что звук уникальный уникальное скорее воздействие на окружающую вещь потому что звук абсолютно одинаковый что вы слушаете с инструмента что с этого селка то есть я имел удовольствие сидеть да одним ухом слушать виолончель другим ухом слушать комбик как бы и соответственно энергетика но только что он усиливает энергетику и все это конечно работает изумительно но для того чтобы иметь такой аппарат нужно иметь яйца короче реальный нужно быть сильным человеком это потому что слабые люди они сливаются короче они впадают в алкогольный делириум начинают гнать неадекват му-му-бу-бу я знаю что для людей которые занимаются профессионально значит вот творчеством в области музыки это вообще не сумма короче ну а кто думает что это дорого я скажу так это цена просто запчастей можете он цены на аккумуляторы глянуть просто там стоит 4 банки по 20 ампер часов каждый 12 вольтов 21 аккумулятор высокотоковый причем летокала 10 ампер ну ладно вот пока я шел видите у меня вторая часть была хотел вам про фадеева рассказать и попросить вас перечитать роман разгром найти время хотя он больше тянет на повесть конечно потому что а уникальная оказалась фигура то советского писателя председателя там того сего который выстрелом из нагана в 56 году точку поставил своему жизненному пути когда закодировался бросил пить до 2 недели черти постояли в глазах красный а может просто убрали на политическом олимпе тем более союз писателей эта идеология там очень как говорится крутые терки были но тем не менее могу сказать что все равно это наш был человек хорошем смысле да и сильно у него произведение и вовсе они не про гражданскую войну а не к некоторое такое вспоминание души об уроках гораздо более глубокого прошлого именно это и дает силу вот ему произведению и почему он не смог написать кстати последний зудега хотя казалось а потому что просто не дали череды как странная смерть арсеньева и многих других ладно все я вот пришел не знаю пожалуй автобус едет выключаясь потом да расскажу